На следующий день мы встретились с одним знакомым, который работает в полиции. Он сказал, что есть... Интересный у вас знакомый. Пацаны и пацаны, совсем доброго привет! Жуткая встреча на рыбалке, анимация от Закатуна, новый видос вышел, давай вместе его смотреть, реакция. Ссылочка на оригинал, естественно, внизу, с тебя пальчиков ансиком, огромное спасибо всем, кто-то делает, не забывает, поддерживает. Естественно, комментариев пишите, чем больше, тем лучше. И подписывалечки, дзынь-дзынь, естественно, с бубенцами, ребята, подписывайтесь, подписывалечки, организуйте. Прежде чем начнем, скажу два слова. Первое, значит, про Телеграм. Ну, конечно, куда? А что ты думал-то? Куда ты попал? Конечно, надо сказать, Телеграм это важный инструмент. Вообще, единственное место, на самом деле, где, ну, кроме Ютуба, я что-то выкладываю, делаю, говорю. Поэтому, Телеграмчик, ссылочка внизу. Если тебе интересно все, что здесь, в принципе, происходит на этом канале, то буду рад тебя там видеть. И второе, то, что недавно был создан мною игрушный каналчик, я его так назвал, игрушечный. Это место, где мы вместе проводим место вместе. Ну, да, красиво сказал, нормально, молодец, красавчик. Короче, это место, где мы вместе проводим время не только за видосами, но и за игрушечками. А сейчас еще и за котичку там играем. Так что, если интересно, еще раз, ссылочка внизу. Все, давай смотреть, поехали. Всем привет. Здравствуйте. Понимаете, если честно, у меня начинают кончаться истории. Это же за. У меня начинают кончаться приличные истории. Ооо, а вот насчет истории, это же из-за этого, знаете, я даже себя иногда ловлю на мысли, что я что-то как-то вроде вот что-то рассказываю какую-то историю, а вроде я уже рассказывал. И, знаете, ты как дед, который что-то вы там говорите, говорит, тема какая-то затрагивается. И ты такой, ооо, у меня вот эта история. А у меня такое было. А ты уже 10 тысяч раз рассказывал всем эту историю. И все такие, опять, опять. Опять дед за свое. Опять он сейчас начнет травить свои байки. Короче, бывает. Ну, ничего страшного, ты рассказывай, а мы зацензурим, если что. Да ладно? Да не, мы все сделаем красиво. Мы все зацензурим, бля. Все заблюлю, бля, пи***ц. Ничего, чтоб не было видно. Ну, ты рассказывай, еще посмотрим, что ты там расскажешь. Кто-то не пьет детское шампанское. И снова лето. Мы с пацанами отправились на рыбалку. На троих у нас была всего одна удочка. Но, не важно, главное, сам процесс. Сидим, значит, час, два, результат нулевой. Ноль. Может, нужно хоть что-то на крючок надеть. Ну, может быть, нужно что-то делать. Ну, типа, как-то следить за ситуацией в целом, а не просто лежать, смотреть в потолок. Нажимка для слабаков. Ту-ту-ту. На слюну ловит. Суровая рыбалочка. Рыбалка для слабаков. Настоящий. О-о-о, настоящие мужики любят интеграции. Берут и обмазываются ей, обмазывают других. Вот так, блядь. Короче, интеграция, ребята. Ин-ты-грация. Все правильно, ты понял? Интеграция. Время идет. Нам уже становится скучно. Новый друг. Из-за высокой прибрежной травы выплывает лодка. В ней сидит мужик лет сорока. Худощавой, неприятной наружности. Все руки в коростах. А одежда словно год носилась, не снимаясь. Но на тот момент... Носилась, не снимаясь. Блин, да может так и было. Что-то как-то жутко становится. Не придали этому особого значения. Что, парни, не клюет? Ага, глух совсем. Может, сядете ко мне в лодочку? Вам рыбу покажу. Я тут столько поймал. Сейчас вот это начнется. Места знать надо. Хотите, покажу вам одну запруту, где за час ведро карасена... Нет, нет, не хотим. Езжайте дальше. Идите, идите дальше. Не хотим. Тут нормально, ловит, все окей. Наловить можно. Ну, не знаю. Мы скоро домой собираем. Конечно, хотим. Да ты чё, блядь? Артём. Артём, сука! Любитель рыбалки и, видимо, острых ощущений. Немножечко общественно... Весьма, так сказать, смышленый парень написано здесь. Тогда запрыгивай. Я тебя отвезу. За остальными позже вернусь. Лодка маленькая, все не влезем. Тёма прыгает в лодку к незнакомцу... Да ты чё, серьёзно? Блядь, я не знаю. Как? Это же первое, блядь, правило, которое, в принципе, в жизни тебе... Мне кажется, родители говорят. То, что незнакомцы с ними не говори, ничего не взаимодействует. Вообще, вот нужно вдалбливать, мне кажется, всем детишкам в голову изначально, что, блядь, если кто-нибудь вообще какой-нибудь незнакомый тебе чё-то подходит, чё-то хочет, чё-то говорит, Игнорь, беги нахуй, просто беги, блядь, даже если он... Ничего, если дальше время тебя спросил, беги, блядь, просто. Вот так посмотри на него, и на, побежал просто, всё, нахуй, даже разговаривать не надо. Не забыв про удочку, и они отплывают. Дальнейшая история будет рассказана со слов Артёма, и прошу... А, вот с Артёмом всё окей, ну хорошо, ладно. Поверьте, всё это правда. Мужик действительно ввёз его в сторону какой-то запруды. Уютное место на противоположном берегу, закрытое со всех сторон деревьями и камышами. Сойдя на берег, мужик начал привязывать лодку. Тёма заметил это и поспешил напомнить про друзей. А за остальными не поедете? Конечно, поеду. Только костёр разведём для начала, чтобы мышкару отогнать, а то сожру... Как он складно, да, складно всё рассказывать, такое всё прям... А, ну всё правильно, логично, надо бы, да, подготовить её. Тут пока ждать нас будешь. А, ну... Ах ты сука. Окей, давайте. Они начали собирать хворост, что валялся повсюду, и скидывать в одну кучу. Собрав достаточное количество, Тёма разжёг костёр и сел напротив него на какую-то корягу. Мужик подсел к нему. Ааа, слушайте, может уже пора за друзьями моими отпро... Не успевая договорить, у его горла появляется нос. Да и главное, не кричи, Малеса, и всё будет хорошо. Блядь. Короче, всё зацензурю, всё за блюрю, блядь. Всё за блюрю. Это чё за жесть? Приступай. Сказать, что Артём был напуган, это буквально ничего не сказать. Первые несколько секунд он просто замер в оцепенении... Блядь, на самом деле ужасно, ужасная херня. Это ужасная история, это кошмар, кошмарище, блядь, юбанное. Потому что по факту даже сам, даже если сейчас ничего не произошло, если он выйдет, там убежит и не знает что-нибудь ещё, сам факт вот этого происшествия, он же всё равно откладывает какой-то отпечаток на психику человека. Особенно, ну как бы, в таком возрасте. Это в любом случае как-то откладывает на психику. Это как-то в любом случае влияет. И в любом случае это нехорошо влияет на психику. Вот это самое страшное. От страха не верят тому, что с ним происходит. Он понимал, что при любом раскладе вряд ли уйдёт отсюда живым, так как лицо злодей особо не скрывал. Представляя, как находит его бездыхательное дело, и как ему приходится делать то, что его заставляют, у Тёмы побежали слёзы. Но, как в фильмах, в последний момент из-за камышей выплывает другая лодка. На ней сидел обычный рыбак. Приглядевшись через дым от костра, он увидел наших героев. Мужики, здесь рыба водится! Да, водится. Рыбак не видел ножика, так как бандит сидел спиной к нему. Стоял. Нет здесь ничего, плыви куда плыл. Обернувшись, чтобы дать ответ рыбаку, бандит на пару сантиметров убирает нож от горла Артёма. Чем тот незамедлительно пользуется. БА! На***л. Он просто бежал, не зная куда, лишь бы как можно дальше от берега. Сердце билось за троих, все мысли спутались. В тот миг им управляли только инстинкты. Выбежав, наконец, из чащи, он упирается в высокий бетонный забор, который казался ему непреодолимым. Но до тех пор, пока из-за кустов не показался он. Тёма говорит, что сам... Какой кошмар! Какой кошмар! ...там не помнит, как оказался по ту сторону забора. Но от страха он словно научился летать. Тем не менее, благодаря этому он смог оторваться. Жесть какая. Ну, кажется, что они как-то долго. Может... Ну, может, это готовит для нас место. По берегу пройдёмся, поищем. Да знать бы хоть куда поплыл. Из-за кустов появляется Артём, весь запыхавшийся в царапинах и ссадинах от лесных веток. На лице ужас, смешанный с облегчением. Он просто падает на колени и, не скрывая накатившихся слёз, рассказывает нам эту историю. У меня даже мысли не было усомниться в его рассказе, так как, ну, вы просто его не видели. На следующий день мы встретились с одним знакомым, который работает в полиции. Он сказал, что... Интересный у вас знакомый. ...если мы не помним лица бандита и не сможем составить фоторобот, лучше вообще не придавать этому огласки. Да! Да! Охоченный совет. Просто, блядь, вот такой. Это... Что? Во-первых, вы несовершеннолетние. Во-вторых, вам просто никто не поверит. Ну и... В-третьих, над тобой могут начать прикалываться. О, ну это ужас, конечно. Прикалываться начнут. Ё-о-о-о. Ужас. Ну тогда пусть дальше там занимается своими делами и делает то, что делает. Ну, на самом деле, ты... Пусть как бы сумасшедший остаётся на воле. ...не сбежал, а сделал то, что он тебя просил, и тебя просто отпустили. Собственно, так и случилось. Всем, кому Артём рассказывал в дальнейшем эту историю, прикалывались над ним. В итоге мы не стали писать заявление, но знакомый из полиции пообещал взять это на заметку и провести разыскные мероприятия своими силами. Никого, кстати, так и не нашли. Удивительный результат, да? Кто-то сомневался. Блин, ну... Такая жуткая, я надеюсь, интересная история была у меня сегодня. Возможно, не последняя, смотря как Ютуб на неё отреагирует. В любом случае, Тёма, я тебе верю. Ну, жесть, на самом деле. Жесть, конечно, ребят. Я обещаю никому не рассказывать, что ты на самом деле отцов... Вот такая вот кончёвка, Тёма-то, Тёма-то шелух... Короче, ладно. На самом деле, если без шуток, то это ужасно, кошмар, кошмаришь. Если так действительно было, то это просто ужасная история. И, как я и сказал, самое страшное, то, что это могло в любом случае... Могло, не обязательно, наверное, но могло оставить какой-то, отложить отпечаток всё равно на психику человека, даже само вот это происшествие. Даже без факта там чего-то дальнейшего. Даже тот факт, что это могло произойти, оно могло, ну, в какой-то, наверное, степени оставить след в психике человека. Это кошмар, конечно. Это кошмар. Вот. И вот эта вот случайность, что кто-то, кто-то там проплывал, и вот это вот мгновение, в это мгновение он принял правильное решение и побежал, это тоже, знаете, вот такие, конечно, моменты. Пиздец просто, пиздец, если так думать. А то, что в конце им там знакомый сказал, типа, ну, тобой прикалываться будут, никому не рассказываю, это вообще что за подход такой? Это вообще что такое? В смысле, это как? Ну, пусть тогда действительно ходит какой-то взрослый сумасшедший чувак, который ловит летних куда-то отводит. И это что? Чё? Короче, в любом случае, ребят, такая вот история от закатуна. Такую я ещё не слышал. Да, придётся заблюрить много чего, зацензурить как-то, завуалировать. Но в любом случае, ты понимаешь, почему. Вот. Как бы объяснять, я думаю, не нужно. Спасибо, что составили компанию. Пальчик поставь, не забудь. Огромное спасибо всем, кто это делает. Комментарии пишите, чем больше, тем лучше, они тоже очень помогают каналу, ролику в частности. И, естественно, подписывайтесь, организуйте, подписывайтесь с бабинцами. Ещё раз скажу, что есть телеграм-канал для тех, кому интересен. В принципе, этот канал и всё, что на нём происходит, то, что мы вместе делаем, есть телеграм-канал. Я думаю, что, ну, это такое место, где собираются конкретно вот прям. Именно те вот люди, которым, в принципе, в любом случае интересно то, что здесь происходит. Плюс есть отдельный игрушечный каналчик, который был недавно создан. Там какая-то вот движушечка происходит в сторону игрушечек в совместном времяпрепровождении за ними, а не только за видосами. Так что, если тебе это интересно, сейчас там мы за котечку, допустим, всякие истории выполняем. Ссылочка внизу, буду рад тебя там видеть. И увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь. Муа! Ба!